Всем привет! Сегодня видео о небольших покупках. Первая покупка это кожаный рюкзак фирмы Аскент. Я очень давно хотела себе небольшой рюкзачок. Заказ я сделала на их официальном сайте и попозже мне сразу позвонили оттуда. И через несколько дней из Пензы мне была доставка курьером. Очень удобно. Мне понравилось, как была доставка. Все четко, без проблем. Оплатила я картой на сайте. В упаковке был вот такой вот большой пыльник с ручкой. Соответственно, сам рюкзак. Вот такие вот карточки прилагались. Тут вот идет их дисконтная карта. Накопительная она, по-моему. Всякие вот такие вот небольшие приветствия. И про эксплуатацию изделий из кожи. У группы Аскент несколько брендов. Аскент является самым главным из них. И те вещи, которые у них очень хорошо приживаются, становятся такими мастхевами. Почему-то они переводят в более бюджетную линейку марки Фабула. А все новинки, все что-то такое интересное, современное, у них идет именно в их основной марке Аскент. Значит, вот этот цвет называется мускатный, хотя я бы назвала его бежево-рыжим. Упакованный рюкзак был очень хорошо, аккуратно. Лямки сзади были аккуратно замотаны. Размеры рюкзака 27 на 29 и толщина рюкзака 8 сантиметров. Вот так вот он выглядит сейчас сзади. Две вот эти вот лямки наплечные. Здесь вот они вот так вот дополнительно усилены. Никаких лент и петелек дополнительных ручек здесь нет. Внутри, как видно, один большой карман на молнии сзади. Такие вот фирменные у них собачки, на них написано выбита Аскент. На продукции Фабула выбита Фабула. И вот такие вот, с другой стороны, два просто открытых кармашка. Один побольше, другой поменьше. Очень приятная подкладка. Вот и все, безо всяких изысков. Такой вот простой, самый простой рюкзачок. И он вмещает довольно среднее количество вещей. То есть из большой сумки, которую я обычно ношу, вещи сюда не поместились. Вот как-то на удивление. Он оказался довольно скромным и аккуратным. Здесь вот по бокам лямки заделаны вот таким вот образом. Такими треугольными штучками. Вот так вот они сшиты, интересно. Сшиты в шов. Этой покупкой я очень довольна. Хоть сделала я ее достаточно спонтанно. Но покупкой я очень довольна. Очень рада, что наконец-то у меня появился кожаный рюкзачок. Он пахнет кожей. И пока он пахнет очень сильно. Потому что он еще новый. Следующая покупка, сделанная на сайте Озон, это вот такие вот очень смешные кроксы. Одновременно смешные и жутко страшные. Не слышала, чтобы Озон торговал подделками. Но в интернете я на всякий случай прочитала, как отличить оригинальные продукты фирмы Крокс от поддельной. Во-первых, пишут, что всегда кроксы продаются вот с такими вот вешалками-держателями. Вот здесь указан размер. Например, также по бокам обязательно должны быть вот такие вот надписи. Это сайт Крокс. Здесь написано Болдер Колорадо. Значит, выбитый размер, фирма. И вот здесь обязательно пишется то, где они сделаны. И как пишут в интернете, сделанные в Китае кроксы считаются одни из самых качественных. Ну и также здесь определенные значки. Ну и, разумеется, к оригинальной продукции идет достаточно большое количество макулатуры. Ну и вот здесь вот, пожалуйста, чего-то только нет. Даже есть вот такая вот инструкция по эксплуатации на многих языках, напоминающая инструкцию какой-либо техники. Сбоку у них вот здесь вот такой вот веселый крокодильчик обязательно. Это их знак. Ну и вот я купила вот такие вот смешные, с поваром. И одновременно жуткие, потому что нога в них, конечно, выглядит чудовищным образом. Но действительно, про них абсолютно правду говорят, что они очень удобные. Нога в них просто, ну, просто поет от того, как удобно. Там, видимо, супинаторы или какая-то такая специальная конструкция, что действительно в них очень удобно и комфортно ноги. И в них удобно и комфортно особенно тем, у кого широкая нога. Потому что, как вы видите, такие вот они широкие. Но эта вот модель сама по себе широкая. Потому что я видела другие кроксы, они есть более аккуратные. То есть вот эта вот форма более аккуратная, не такая вот размашистая в разные стороны. То есть есть более компактные. Вот. Но вот эти вот как раз такие, такие галошки. Очень мне так захотелось попробовать продукцию этой фирмы. И я не разочарована. У Озона постоянно какие-то распродажи. И я, согласно пословице, готовлю с Аней летом. И закупила вот такие вот, либо, как это назвать, высокие ботинки, либо короткие сапоги. С С Оливер. Это не вот такие вот, такой золотистой шнуровки. Но они также на замке, на молнии. Это вот такие вот прям удобные бегунки. Такая вот у них подошва. Это натуральный материал, натуральная кожа. Это выделка на бок. Вот здесь вот сбоку в значении С Оливер. Также внутри здесь вот написано С Оливер. А внутри вот эта вот подложка, подстежка, это искусственный мех, искусственный материал. То есть для Москвы, московского региона, все-таки зимы не такие холодные. И я думаю, в них, ну, только что в минус 30 будет холодно, я думаю, минус 20. То есть такие минусовые температуры в Москве бывают очень редко. В основном здесь наоборот, очень даже жарко всегда, тепло. Из-за того, что это мегаполис, всякий смог. И я думаю, что с искусственным мехом большую часть зимы мне будет вполне комфортно. Эти ботинки очень хорошо будут под джинсы и под какие-то даже юбки. То есть они такие солдатско-спортивные. Но они очень удобные. Они на среднюю ногу, то есть я думаю, на очень широкую ногу, они будут, наверное, немножко тесноваты. Но на узкую и среднюю ногу они очень-очень хорошо и комфортно. Этой покупкой я также очень-очень довольна. Купила я ее как раз заранее. Пока еще нет у нас зимы. И также я сделала очень неожиданные для себя покупки. Это две винтажные броши в виде ромашек. Одну я заказала на Авито, что было, конечно, очень рискованно, потому что очень часто на Авито обманывают. А другое заказала на ярмарке мастеров. Это сайт LifeMaster. Любимые цветы у всех разные. Мне вот почему-то дорогие сердце именно ромашки. И у меня, по какой-то непонятной причине, у меня нет ни одной броши в виде ромашки. И вот что-то на меня с ней зашло, и я аж две заказала. Они совершенно разные, совершенно друг на друга не похожи. Одна серебристая, другая в виде двух цветочков, наоборот, золотистая. Они обе в очень хорошем состоянии. Единственное, что вот у этой броши в серединке вот эти вот тычинки чуть-чуть немножечко потертые. Но так как она, сама брошь, серебристая, то это не кажется таким глобальным недостатком. Обе винтажные броши сделаны из бижутерного сплава. Но в интернете говорят, что это очень качественный бижутерный сплав. То есть он не обдирается, как сейчас китайская продукция. Обе маркированы. Здесь маркировка пастели. Это есть такая фирма. Действительно, пастели. И впереди знак авторского права. Такая вот сзади она золотистая, а вот снаружи серебристающая. Мне понравилось. Здесь крупный цветок. Эта брошь более изящная. И сзади она, конечно, промаркирована немножечко странно. Вообще фирма, которая впускает эту брошь, называется Лиснер. И там вот значок авторского права. Но почему-то впереди я не вижу букву Л. Но я не верю, что это подделка. Ну, потому что нет смысла, мне кажется, подделывать бижутерию. В разное время фирма Лиснер писалась по-разному. Она также писалась вот такими буквами. Ну, вот непонятно, почему я не вижу здесь букву Л первую. Получается то ли Лиснер, то ли Иснер. Вообще фирма называется Лиснер. Такая вот. Ну, вот это вот она в более таком, здесь вот, покоцанном состоянии. Здесь немножечко есть зеленца от времени. Ну, она более изящная такая. Понравились мне эти броши. Вот такие вот у меня интересные покупки. Вот такие небольшие покупки у меня были. Надеюсь, вам было интересно. И всем пока-пока. До новых встреч.